Книга пророка Аввакума. Глава первая. Пророческое видение пророка Аввакума. Да коли, Господи, я буду взывать о помощи, а Ты не слышишь, буду кричать Тебе о насилии, а Ты не спасаешь? Зачем посылаешь мне беды, равнодушно взираешь на зло? Вокруг грабеж и насилие, кругом вражда, раздор не стихает. Потому закон бессилен, справедливость не побеждает, преступник одолевает невинного, суд извращен. Посмотрите на народы, взгляните, изумитесь и удивитесь. Ибо при вашей жизни, совершу я такое дело, в которое вы и поверить не смогли бы, если б даже кто рассказал вам. Я подниму халдеев, народ жестокий и быстрый, пойдет он по просторам земли, чтобы завладеть чужими селениями. Он ужасен и страшен, сам себе он закон и власть. Кони его быстрее леопардов, быстрее волков ночных. Всадники его скачут, всадники его издалека несутся, летят стремглав, как орел на добычу. Весь он на грабеж устремился, натиск его, как восточный ветер, и пленников у него, что песка морского. Потешается он над царями, над правителями глумится, над всякой крепостью он смеется, насыплет вал и ее захватит. Сметает все на своем пути, словно ветер, идет и все превращает в пустыню, и Бог ему, только собственная сила его. Но разве ты, Господь, не извечен? Бог мой, мой святой, ты бессмертен. О, Господь, ты его в наказание послал. Скала моя, чтобы свершилась кара, ты дал ему силу. Не твоим чистым очам смотреть на зло, взирать на беду ты не можешь. Почему же взираешь ты на коварных, молчишь, когда злодей пожирает невинного? Сделал ты людей рыбами в море, стали они, словно твари кишащие, над которыми нет правителя. Враг вытаскивает их крючком, ловит в сети, оттого радуется и ликует. Вот и приносит он жертвы своим сетям, совершает жертвоприношение неводу, ведь благодаря им живет он в роскоши, наслаждается отборными яствами. Неужели без конца он будет обнажать свой меч и народа истреблять безжалостно? Глава вторая Я встал в дозор и, стоя на сторожевой башне, всматривался, чтобы увидеть, что Господь скажет мне и что ответит на мои жалобы. И ответил мне Господь, «Запиши видение, точно запиши его на каменных плитах, чтобы прочесть его было легко. Ибо видение это о грядущем, оно говорит о конце, и оно не обманет. Даже если не сразу сбудется, жди его исполнение, ибо непременно в точности сбудется. Вот, преисполнена дерзость и душа неправедного, но праведник, благодаря верности своей, будет жив. Ненадежно богатство и алчный не знает покоя. Пасть его, как шиол, распахнут, а он, как смерть, ненасытен. Он подчинил себе все народы, покорил все племена. Но они поднимут его на смех, скажут о нем с издевкой, «Горе тому, кто захватывает чужое добро, обогащается за счет вымогательств. Не бесконечно этому длиться». И те, у кого ты в долгу, поднимутся однажды внезапно, пробудятся и повергнут тебя в ужас. И станешь ты их добычей. Ты ограбил множество народов. Так будут грабить тебя все остальные народы за то, что ты проливал кровь людей, разорял страны и города и всех жителей их. «Горе тому, кто злом наживает богатство в своем доме, устраивает гнездо свое на высоте, чтобы уберечься от несчастья. Собственный дом ты обрек на позор, уничтожая многие народы, и отплатишь за грех собственной жизнью. Камни из стен закричат, и деревянные балки будут им вторить. «Горе тому, кто строил город на крови, столицу воздвиг на злодействах». Господом воинств предопределено. Трудятся народы, а все труды их сгорят в огне, изнуряют себя работой, а все труды их пойдут прахом. И это для того, чтобы земля наполнилась знанием славы Господней, как воды наполняют море. «Горе тому, кто дает ближнему своему напиться до пьяна из чаши ярости твоей, чтобы срам его увидеть. Ты сыт будешь стыдом, а не славой. Пей теперь сам и шатайся. Не минует и тебя чаша в деснице Господней, и славу твою сменит позор. Тебе сполна будет отплачена за жестокость клевану. Будешь трястись от страха из-за того, что уничтожал скот, проливал кровь людей, опустошал землю, города и всех их жителей. Что за польза от идола, которому форму придал мастер? Что за польза от литого истукана, учителя ложного, хоть и верил ему его мастер, делая богов бессловесных? Горе тому, кто говорит деревяшке, пробудись, кто камню бессловесному говорит, встань. Неужели они чему-нибудь научат? Хоть покрыты золотом и серебром, никакого духа в них нет. Но Господь в Своем святом храме, пусть молчит пред Ним вся земля. Глава третья Молитва плач пророка Аввакума О Господь, о славе Твоей я слышал, дела Твои, Господи, меня приводят в трепет. В наши дни яви их снова, в наши дни соверши их вновь и в гневе Своем, помни о милости. Бог идет от Тимана, Святой грядет с горы Паран. Музыка Величие его небеса покрывает, славой его полна земля. Словно солнце блеск, молния в руке его, в ней его мощь сокрыта. Перед ним идет мор, чума за ним по пятам. Встал он, земля содрогнулась, взглянул, и народы затрепетали от ужаса. Раскололись вековые скалы, древние горы с землей сравнялись. Пути его, пути вечные. Вижу я, шатры кушан оскорбят, трясутся жилища страны Медьян. Не на реки ли воспылал, О Господь, не на реки ли воспылал Твой гнев, не на море ли ярость Твоя, что на конях своих Ты скачешь, на колесницах непобедимых. Лук свой Ты натянул, стрелами колчан наполнил. Музыка. Землю реками Ты разверз, горы, увидев Тебя, затрепетали, с неба ринулись воды, и заревела бездна, высоко воздела свои руки. Солнце и луна остановились в своих чертогах, перед блеском летящих стрел Твоих, перед сиянием молний, копий Твоих. В гневе Ты попираешь землю, в ярости топчешь племена. Ты вышел, чтоб народ свой спасти, чтоб спасти своего помазанника. Ты разобьешь главу рода злодеев, обнажишь его от хвоста до шеи. Музыка. Ты пронзишь вожака его орд, его же копьем, того, кто словно ураган налетел, чтобы погубить меня, того, кто предвкушал, как пожрет невинного внезапно. На конях своих ты поскачешь по морю, вспенив в великие воды. Слышу я, и сердце мое трепещет, слышу голос, губы мои дрожат. Кости мои пронзила мука, земля из-под ног уходит. Но буду ждать в смирении, когда день бедствия обрушится на недругов наших. Даже если не будет свести смоковница, если виноградник не даст винограда, если оливки не уродятся, если поля не принесут хлеба, и не будет овец в овчарне, и не будет коров в хлеву, то и тогда я, Господи, буду радоваться, ликовать буду о Боге спасения моего. Господь Бог — моя сила. Он сделает ноги мои, как у оленя, сделает твердый поступь мою. Начальнику хора под музыку струнных. Конец книги пророка Аввакума